Какие идеи должны были быть? Это российская аудитория, она совершенно не нужна российскому рекламодателю, то есть она совершенно не нужна американскому рекламодателю этих ресурсов, когда там заказывается таргетинг, она считается мусором, а вот российскому рекламодателю как раз очень даже она могла бы быть и нужна, потому что если рекламодатель сидит в Москве и продает какие-то товары и услуги дороже, допустим, 100 долларов, то люди, которые, сидя в Москве, читают Wall Street Journal, New York Times, Guardian, Wired и так далее, ему, конечно же, интересно, потому что это более или менее какой-то все-таки элитарный слой. И Эндрю Полсон придумал, что можно, значит, поехать в Америку и поехать в Англию, купить рекламные площади, значит, Times, Guardian, New York Times и прочего, Yahoo, и здесь ими торговать. Это, в общем, не он придумал, ему просто пришло в голову, что этим можно заниматься за озвученную с Сашей сумму денег. Это называется арбитраж рекламный, ad arbitrage. Значит, и, собственно, это было то, с чего началась компания SUP. Полсон поехал в Калифорнию и стал разговаривать с разными интернет-компаниями по поводу того, как бы они продали бы свой российский трафик, ему бы, а он бы этот, значит, трафик продал бы дальше российским рекламодателям. И многие как-то сами, значит, его принесли в компанию Sex Apart, владеющую живым журналом. Куда он, значит, вперся с совершенно аналогичным предложением. А вот живой журнал, популярен в России, большой российский трафик, давайте вы, значит, нам этот трафик продадите за 3 копейки, а мы его, значит, в России продадим за 3 рубля. Ну, он еще, кроме прочего, не будучи пользователем живого журнала, он, может, и не знал, что там реклама в тот момент не размещалась. В общем, покупать было нечего. Ну, да, сказал президент компании Sex Apart, Барак Берковец, да, да, российский трафик, да, живой журнал. Ну, вообще, если бы вы забрали бы весь этот, значит, живой журнал, то это было бы интереснее, чем какая-то там рекламная площадь, которой тем более нет. Ну, при таких словах у Полсона, конечно, поехала вниз через, но она тут же захлопнулась, и, значит, сделка через несколько дней была подписана. Это была сделка не о продаже его журнала целиком, а о том, что вот на русскоязычную его часть, значит, компания, суд получает некоторые права и будет в рамках этих прав дальше, дальше, значит, там это все окучивать, поддерживать, монетизировать и вообще приводить тот лайф-журнал, который был тогда, без особых русскоговорящих сотрудников, приводить его в соответствии с пожеланиями русских, у которых, значит, к лайф-журналу было гораздо более серьезное отношение уже на тот момент, чем на его родине в Штатах. Вот так образовалась, собственно говоря, первоначальная сделка СУПа по управлению живым журналом и кириллическим сегментом. Естественно, тут у Полсона встал вопрос, ну, они с Мамутом теперь, значит, владеют живым журналом или, там, являются управляющими, там, или обслуживающими живым журналом. Но они с Мамутом оба не видели никакой в жизни живой журнал, и не читали там ни одного поста по разным причинам, и не писали там ни одного поста, и, в общем, не очень понимают, что это такое. И у них, конечно, у Полсона, конечно, есть идеи, потому что если Полсону просто разрешить говорить, то вы получите шить идеи в любой отдельно взятый час. Но эти идеи, они как-то, он сам не уверен в их адекватности. Поэтому ему кто-то нужен, кто бы знал, что такое живой журнал хотя бы для начала. И, ну, Полсон позвонил мне, потому что это был, наверное, единственный человек, которого он знал, что у него есть живой журнал. И спросил меня, вот, не хотел ли бы я, значит, присоединиться к его команде. Ну, мы с ним еще некоторое время пообсуждали, и через некоторое время стало понятно этого обсуждения, что хотел бы я, не хотел бы я, но, похоже, придется присоединиться к его команде. Потому что если не присоединиться к его команде, то что они захотят сделать с живым журналом, довольно-таки страшно подумать. Потому что, например, первая идея, которая была у Полсона, ну, живой журнал находится в Америке, это же так далеко. А вот мы сейчас в Россию сервера перенесем, и всем станет очень быстро этим живым журналом пользоваться. Быстро, удобно, легко. Вот если бы сервера живого журнала находились бы в Москве, то как было бы хорошо российским пользователям. И первое, что я сделал в качестве сотрудника компании, владеющей живым журналом, это я написал очень длинное на пяти страницах объяснение, почему сервера живого журнала никогда не должны переехать в Москву. И, слава богу, оно было прочитано всеми заинтересованными сторонами и воспринято к руководству к действию, в результате чего сервера по сей день находятся не в Москве, и, надеюсь, в Москве никогда не окажутся. Ну, дальше как бы началась доработка живого журнала с учетом российских пожеланий. Российские пожелания связаны были с тем, что когда брат Фицпатрик писал живой журнал, то он, в смысле скрипт, то он имел в виду, что у всех будет такой аккаунт, как у него. Аккаунт, как у него, это, значит, 11 подписчиков, это 4 одноклассника, 4 однокурсника, мама, бабушка и любимая девушка. Вот такие вот 11 подписчиков. То есть о том, что существуют на свете аккаунты, у которых есть там тысячи подписчиков, и в этой связи у них там есть некоторые проблемы, связанные с верст, связанные с френд-лентой, связанные с квотами какими-то и с чем-то еще. Об этом брат просто не подозревал, потому что это были не его проблемы. С его точки зрения это был такой вот микросервис для, ну, это был прото-фейсбук, в общем-то. Брэд имел в виду фейсбук. Брэд не имел в виду литературное творчество. И, собственно говоря, вот все запросы русской аудитории, которая относилась к этому, к тому моменту, как уже к медиаплощадке, они все были, вроде, непонятны. А задача стала в том, чтобы их сформулировать, эти запросы, обозначить, что вот как бы бывают у пользователей ЖЖ и к инструментарию ЖЖ пожелания не только такие, которые возникают у автора журнала с 11 читателями, но и такие, которые возникают когда-то уже масс-медиа. И вот список этих пожеланий, там, простыня длиной на 55 пунктов, она, в общем-то, была началом нашего сотрудничества и дружбы. Дальше история начала развиваться по разным параллельным направлениям. Постепенно, за два года, приоритеты в компании СУП очень сильно сместились от живого журнала к задачам зарабатывания текущего бабла, потому что за первые два года своего существования эта компания съела много денег. А когда компания съела много денег, у нее минус, значит, к ее менеджерам все время приходят, топают ножки и говорят, вот вы съели деньги, а теперь выплевываете деньги. И, значит, в рамках усилий по выплевыванию денег, естественно, когда монетизация становится первичной у компаний, владеющих живым журналом и еще чем-нибудь, то все внимание обращается на это еще что-нибудь. В данном конкретном случае внимание обратилось все на рекламное агентство «Плюс соль», которое вообще-то создавалось для того, чтобы монетизировать живое журнало. И эта компания вместо того, чтобы монетизировать живое журнало, она стала заниматься тем, что барыжить рекламными площадями вообще обычных традиционных площадок русского интернета просто для того, чтобы заработать деньги и этими деньгами закрыть дыры в текущем балансе именно компании СУП. Поэтому, в общем, более или менее о том, что есть живой журнал и что-то с ним надо делать, было довольно глубоко позабыто. И из моего списка в 55, допустим, пунктов было за первые два года существования компании СУП реализовано, может быть, 10. А тут, значит, стал надвигаться кризис 2008 года. И под этот кризис возникли всякие разные поползновения на тему создать СМИ экономической направленности у моих друзей в холдинге «Объединенные медиа». И они меня позвали, я радостно ИСУПа слинял и пошел, сделал ресурс под названием bfm.ru, который был запущен осенью 2008 года ровно под кризис и ровно на то, чтобы дать людям, у которых этот кризис происходит, качественное новостное агентство, именно заточенное на всякую денежно-финансовую историю. Ну, то есть, такой РБК, но с человеческим лицом. И вот я позанимался этим РБК с человеческим лицом пару лет, потом там произошли разные сделки, слияние, поглощение, перемещение и так далее, связанные с кризисом и с тем, что случилось с учредителем этого издательского дома в связи с этим кризисом. То есть, случились конфликты, люди разбежались, ну, в смысле, я имею в виду моих товарищей, которые меня в этот проект звали. И, в общем, там более или менее моя миссия была закончена, а в «Живом журнале» тем временем случилось интересное. В «Живом журнале» как бы пренебрежение им со стороны компании «Суп» дошло до какой-то окончательной ручки и напило понимание, что еще немножечко, и, в общем, он потонет. Просто от того, что никто не занимается им толком, а никто толком им не занимается, потому что нету полномочий. И созрело решение, что вот есть у нас такой мальчик, значит, по имени Илья Дронов, может быть, дать ему полномочий, пусть он уже порешает всех этих проблем, которые не решались, потому что все были слишком заняты зарабатыванием денег. Ну, проблемы, в первую очередь, технические. И, значит, возникла идея назначить Илью Дронова руководителем «ЖЖ». Но это была идея рискованная, авантюрная, ну, потому что парень молодой, до этого как бы никаким топ-менеджером нигде не было, его, значит, надо людям предъявлять. Потом не факт, что он вообще знает, что он говорит. Ну, его начальства как бы не было в этом уверенно. Поэтому они обратились ко мне, как к человеку, который, очевидно, что-то в этом понимает. И попросили меня дать оценку тому, что Дронов собирается делать. Я им дал оценку того, что Дронов собирается делать, сказал, что мне кажется, что, в общем, эти вот оставшиеся не сделанными тогда с 2006 года 45 пунктов мне очень нравятся. И вообще Дронов понимает этот продукт. Он на этом продукте сидит с тех пор, как мы его туда наняли в 2007. И вообще мне как-то очень рад, что у них наконец дошли руки до живого журнала, и что они не сами этими руками туда лезут, а готовы делегировать полномочия тому, кто действительно, в общем, не имеет никакой секретной адженды, кроме как он болеет за этот продукт и хочет, чтобы этот продукт сдвинулся с мертвой точки. Чего не происходит из-за отсутствия, во-первых, надлежащего финансирования штата, а во-вторых, собственно, отсутствия процесса-однера, то есть того, кто владеет процессом. Когда я им все это, значит, рассказал, то в головах эффективного менеджмента Суповского, который существовал на тот момент, естественно, возникла спасительная мысль. А вот, собственно говоря, вот же человек, который нашу задницу и прикроет. Вот мы сейчас выдадим Дронову мандат, а вот он нашу задницу прикроет, что мы правильно сделали. Потому что мы же в этом ничего не понимаем, он понимает. Таким образом я стал в Супе в конце 2011 года тем человеком, на которого можно было перевести все стрелки за то, что Дронову дали реализовывать его программу. И, значит, пробовал я этим человеком примерно где-то год. Моя основная задача состояла в том, чтобы, во-первых, Дронов не чувствовал себя неуверенно, а, во-вторых, те, кто его назначили, не чувствовали бы себя неуверенно по поводу того, что они его назначили. Более или менее, конечно, мне ничего не надо было делать, потому что я был совсем согласен, что он собирался делать, тем более, что я все эти предложения выдвигал еще в 2006. Ну, были еще какие-то предложения, которые я, естественно, выдвинул в 2011, потому что время не стоит на месте, и потребности с 2006 несколько видов изменились. Была программа, чего должен сделать Дронов в Калифорнии с декабря 2011 по февраль 2012, что он там провел. Ну, к сожалению, он ничего из этого не сделал. И совершенно мне не придет в голову его в этом винить, потому что должен был он провести переговоры, а не всякий человек-переговорщик. Да, Дронова не переговорщиком вообще нанимали в СУП. Его нанимали дизайнером интерфейса, продакт-менеджером, но никак не переговорщиком с калифорнийскими контрагентами. В результате чего он не договорился ни с кем. А договориться он должен был с Foursquare, с Tumblr, с Instagram, с Flipboard, договориться со всеми крупными кроссплатформенными мобильными приложениями, о том, чтобы живой журнал там тоже был. Ну, потому что мне было довольно очевидно, что вообще вся соцмедиа уходит на мобильную платформу, и если живой журнал останется на вебе и никак на мобильную платформу не перейдет, то, в общем, ему карачут. А для того, чтобы перейти на мобильную платформу, надо договориться с теми, кто на этой мобильной платформе раздает трафик. А именно конкретно со всеми такими ребятами, как Foursquare. И Flipboard, и Instagram, и дали везде. Ну, вот Дронов со всеми поговорил, со всеми расстался с друзьями, и ни с кем не договорился ни о чем. Поэтому ни одна из этих договоренностей не была достигнута до, собственно, сегодняшнего дня. И около года назад, меньше года назад, поскольку для нужд Дронова это было уже не надо, мое прикрытие его тылов, а для того начальства, для которого это было надо. Тем более, не говоря же обо мне, тут, собственно, я из этой компании в очередной раз ушел. И с тех пор, собственно говоря, следующий, не следующий, а через один, есть вопрос, чем ты занимаешься сейчас, по уходу из супа. И с тех пор, как я ушел из супа, я абсолютно счастлив, потому что я не хожу ни в какой офис. Живу совершенно свободной жизнью, в которой я в любой день могу куда угодно уехать. И не просто могу, а и делаю это. Я веду свои блоги, я пишу какие-то статьи в разные издания, я преподаю, я консультирую, я много путешествую. В последнее время мне показалось, что, в общем, наверное, из европейских городов, наверное, комфортнее всего мне жить в городе Венеция. И вот я там за последнее лето тремя наездами провел, в общем, довольно много времени. А наоборот, про Индию, благодаря образовавшемуся у меня большому количеству свободного времени, я смог в Индии проторчать вместо привычного мне месяца, зимнего, проторчал два. И понял, что вот в Индии как раз совершенно не надо пытаться поселиться, потому что конец уже второго месяца в Индии – это совершенно невыносимо. То есть месяц – это счастье, когда месяц закончился, это уже такое счастье с поглядыванием на дверь, а уже к концу второго месяца это уже хочется сюда никогда не возвращаться. Ну, другой вопрос, что это со временем проходит, но в любом случае я выяснил, что для меня индийский экспириенс – это на два месяца. Раньше, пока у меня была возможность только на один, мне казалось, что там можно провести сколько угодно времени. У меня подписаны договоры с издательством «Эксмо», по его инициативе это не моя была идея. На сегодняшний день у нас в плане стоит четыре книжки, дальше, может быть, будет больше, но осталось первую из них написать и посмотреть, сколько времени это у меня занимает, кому это интересно и как они издают. Так что вот, кроме всего вышеперечитанного, еще книжки пишу. Ну, пока ни одной не написал, не выпустил. Значит, дальше, собственно, вопрос, как я отношусь к цензуре в ЖЖ. И, конечно, примера, блокировка фото-жап у Тёмы. Что касается цензуры в ЖЖ, там цензуры-то нет. В ЖЖ есть конфликтная комиссия, так называемая, бьет тим. В эту конфликтную комиссию можно написать донос. С этим доносом будут разбираться. Сейчас уже высокая вероятность того, что будут разбираться русскоязычные люди, а раньше это была очень низкая вероятность. И очень часто донос поступал на русский пост. Людям, которые по-русски не читают, они прогоняли его через машинный переводчик, вообще не прогоняли его через культурный контекст. И, в принципе, можно было видеть забаненными в живом журнале людей за совершенно какие-то невероятные вещи. Например, кто-то придумал лозунг «Убей натовца». На него пожаловались, его забанили. Дальше какие-то люди устроили флешмоб «Солидарность», их тоже забанили. А дальше писатель Дмитрий Бавильский, который работал колумнистом, написал колонку в газете «Взгляд» о том, что вот в живом журнале такая эпидемия самоубийств. Люди пишут «Убей натовца», их тут же приходят и банят. Имел неосторожность запостить статью, вышедшую в газете «Взгляд», запостить у себя в ЖЖ. После чего забанили и его. Был такой момент дебильности, особенно при предыдущей руководительнице этой самой «Абьюстим», милой итальянской даме, фамилии которой я уже, слава богу, не вспомню, которая была совершенно уверена, что не надо знать русский для того, чтобы выносить категорическое суждение по поводу наличия хейт-спич в той или иной русской фразе. Значит, «Убей натовца» она искала машинным способом, так она нашла Дмитрия Бавильского и заблокировала его журнал. Я, правда, не помню, как ее звали, хотя когда-то это была самая ненавистная фамилия во всем ЖЖ. Но вот «Абьюстим» — это такой саморегулирующийся механизм. Политической цензуры нет. Есть огромное количество доносов по политическим мотивам, но не политического характера. Например, когда я фотографию своего ребенка с берегов Индийского океана публиковал, то где-то около 150 доносов от нашистов на детскую порнографию получили в Америке. Нашисты думали, что детская порнография — это до такой степени важный пункт в Америке, что меня забанят, не разбираясь, с кем я прихожусь этому ребенку, и что вообще я не пытаюсь совершенно не возбудить ни у кого половое влечение в адрес моего сына, играющего в песке. Как вы знаете, если бы это был бы не я, может, и забанили бы. Кто его знает. Значит, по поводу Теминых банов. Ну, банили всех вообще. У меня было там 3-4 поста заблокированных по разным поводам. У Темы, по-моему, два. У Рустема Адагамова были посты заблокированные из-за нарушения авторских прав информационных агентств на фотографии. То есть, в принципе, если ты много там пишешь, рано или поздно тебя приморозит тем или иным способом. Но там сидит начальник этого отдела поддержки пользователей Марк Феррелл. Он очень толковый парень, очень добросовестный, который очень не хочет ничего ломать, ломать дрова никакие. Поэтому всегда можно договориться. То есть, если тебя заблокировали, а ты думаешь, что тебя заблокировали зря, то ты можешь путем взаимной переписки этот вопрос урегулировать. Например, однажды нашесты написали донос на мою инструкцию, как заводить аккаунт в американском iTunes. Чтобы завести аккаунт в американском iTunes, как вы понимаете, надо сообщить системе, что я американец. Если сообщить системе, что я американец, но при этом дать кредитную карточку, выданную российским, латвийским, израильским, швейцарским или каким-то еще банком, это не проканает. Они там сличают национальность кредитной карточки. Но, значит, можно не давать же кредитную карточку. Можно же купить вот эту вот карточку оплаты купон и ввести купон. В общем, это все в инструкции в моей рассказывалось. Как сообщить им свой американский адрес. Донос от нашистов в конфликтную комиссию состоял в том, что в моем посте, как зарегистрироваться в Америке, в американском iTunes, сидя в России, содержатся призывы и инструкции по совершению уголовного преступления. Ну, потому что это мошенничество. Выдавать себя за американца, не будучи таковым. И, значит, пост мой был заблокирован за призывы к преступлению. После чего я написал в конфликтную комиссию, мое письмо прочитал Марк. И дальше мы с ним вместе изучали применимое американское законодательство. Является ли мошенничеством неамериканцу получать какие-то сервисы, которые предоставляются на территории США. Мы изучили очень много документов. И, в частности, в налоговом кодексе Соединенных Штатов Америки мы нашли такую фразу. Что если дорогой иностранец, находясь зарегистрировавшейся в Америке, если вы там у себя в загранице меняете место жительства, там вот не тот адрес, который в Америке, а вот какой-то, где вы там живете, то вы нам, божественно, об этом не сообщаете, у нас нет времени на эти глупости. Вот после того, как эта фраза в налоговом законодательстве нашлась на сайте АРС, то после этого мы решили, что, в общем, наверное, нет никакого преступления в том, чтобы не сообщать свой заграничный адрес американским властям. И пост был разблокирован. Потом в другом случае, когда сенатор Торшин, наш тогда исполняющий обязанности председатель Совета Федерации, поехал во Вьетнам, купил там здоровенную каменную скульптуру и прислал ее к себе, значит, в Москву. А благодарные вьетнамцы отфотографировали его с этой каменной скульптурой, приложили его телефон, имейл, фотографию его с каменной скульптурой и повесили на доску, вот какие люди у нас покупают. И я во Вьетнаме, значит, наткнулся на этого самого Торшина с домашним адресом, телефоном, имейлом, и все это, конечно, сфотографировал, выложил в ЖЖ. Вот, видите, какие вкусы замечательные у нашего председателя Совета Федерации. Вот какую каменную дуру он вывез из Вьетнама. Ну, Торшина, естественно, как бы есть какие-то там его пиарщики, которые нажаловались, что я нарушаю его, значит, неприкосновенность личных данных. Ну, я получил предупреждение, ну, затер там номер квартиры и телефона. Вся остальная история поныне доступна. Так что была бы цензура в ЖЖ, это было бы плохо. Но то, что есть, это не цензура, а как бы какие-то попытки там притянуть за нарушение правил, которые, как правило, в общем случае, не являются принципиальными для того, кто эти правила нарушит. Да, если вы публикуете домашний телефон, это нарушение правил ЖЖ, которое, собственно, вы можете устранить без ущерба для того, что вы имеете сообщить. Значит, вопрос, почему я меньше стал писать о гаджетах, очень просто, потому что их меньше стали делать. реально гаджетов стали меньше делать, в том смысле, что их стали, может быть, и больше делать. Но когда рынок гаджетов, это был рынок людей, которые в них что-то понимают, производитель гаджетов старался что-то такое, какую-то функциональность придумать. А те годы прошли. Сегодня уже, как вы понимаете, у нас флагман высокотехнологичных экспериментов это корейская компания Samsung. Эксперимент ее в основном состоит в том, что давайте сделаем диагональ еще на 3 мм больше, еще на 2 мм меньше, еще больше, еще меньше, а в ширину вот потолще, поуже, потолще, что там писать-то? Ну, что писать? Ну, вот вышел Samsung Note, когда он вышел в 2011, в 2011 году он вышел. С тех пор вышли там, значит, этот самый. Note вышел после S2. Значит, после него вышел S3, потом, значит, вышел там S4, потом вышел этот самый, сейчас этот самый Mega, вышел вот этот вот, как его, DOSTA Grand, да, и еще примерно 50 моделей, все из которых не отличаются между собой ничем. Там, значит, стоит Android, там на нем нахлобучен кривой самсунговский, значит, кривая самсунговская оболочка, отличаются они только миллиметрами диагональ. Никакой функциональности новой. Никаких вообще идей там, как это могло бы там менять твой user experience. Ну, писать не о чем. Да, вот вы видели, тут 5S и 5C нам представили. Да, значит, что такое 5S? 5S – это еще, значит, и сканер пальца. Ну, это сканер пальца был в ThinkPad-ах, если вы помните, выпускавшихся в середине нулевых. В ThinkPad-е 2005-го было место прикладывать палец. И что мы с ним делали? Нам всем было лень прикладывать палец. Потом, опять же, всегда существует риск, что ты потеряешь палец. Обидно, если при этом ты потеряешь компьютер. Сейчас нам вот эти вот, значит, группа, значит, разнояйцевых танцоров на могиле Джобса представляет нам сканирование пальца как выдающееся достижение. Оно выдающееся достижение, когда тебе сосканировали палец и в Израиль тебя пустили без паспорта. Вот это достижение, да, это вот там так работает последние 7 лет, да. Прилетаете в Израиль, стоит длинная очередь на паспортный контроль. Вы подходите к тумбе, делаете вот так, и вам печатают бумажку о въезде в страну. И вы с этой бумажкой спокойно дальше рассекаете, а люди стоят в очередь. Да, вот для этого палец нужен. А для того, чтобы прикладывать палец, для того, чтобы обновился у вас приложение в App Store, ну, ребят, у нас уже было Siri. Мы уже пытались это самое. Шашлычное. Ближайше шашлычное. Шашлычное. Ближайше шашлычное. Я, кстати, с Брэдом Фиспатриком ехал встречаться в Калифорнии через несколько дней после выхода 4С, и я ехал за рулем и пытался заставить Siri довести меня, найти эту самую шашлычную, не шашлычную, а бутербродную, в которую он меня, значит, заманил. Она называлась как-то типа «Еист». Я не знаю, что надо было сделать, но 20 миль у меня ушло на вот этот вот напряженный диалог, абсолютно как в клипе «Eleven». Я пытался заставить Siri найти в Сан-Франциско, то есть в городе в 27 милях от того места, где это все придумано. Пытался заставить найти место, где Брэд Фиспатрик ждал меня завтрак. Ни хрена, в итоге руками вбил, и все быстро. Ну, не о чем писать в айфоне 5С, а в айфоне 5С. А в айфоне 5С можно написать, что это мой вот пятый айфон. Просто в корпусе для бедных. И ценой чуть-чуть подешевле. Все, что писать-то? Как говорили эти пожарные, о чем говорить, когда не о чем говорить. Поэтому и пишу меньше про гаджеты. Какие проблемы возникают на пути развития благотворительности? Честно вам сказать, никаких проблем не возникает на пути развития благотворительности. Потому что для того, чтобы государство захотело благотворительность ракетировать, эта благотворительность должна оборачивать по меньшей мере миллиарды хотя бы рублей. она их пока не оборачивает. Пока она не оборачивает миллиарды рублей, она неинтересна нашим криминализованным силовикам. Просто не представляет для них никакого интереса. Соответственно, ничто не мешает ей расти, ничто не мешает ей масштабироваться. Как вы понимаете, ресурс человеческий огромный. Ну, собственно говоря, в отсутствие толково управляющих этим ресурсом благотворительных проектов, например, этот потенциал мы видели освоенным, собственно, я думаю, многие из нас глядят в зеркало, на компании Навального. Вот все те люди, которые вписались в компанию Навального и провели много времени в штабе, на кубах, раздавая газеты в метро, развешивая, что-то расклеивая, обзванивая, обходяя и так далее, вот это вот весь тот ресурс, который при других обстоятельствах мог бы быть употреблён, например, на благотворительность, посещение детских домов или домов престарелых. Ну вот, буквально приглашаю всех послезавтра в 11 утра собираемся с Сергеем Сергеевичем Долей территорку пидорасить где-то в Лосином острове, там будет блогер против мусора. Нет проблем, Доля сказал, и я думаю, что десятки тысяч людей по всей стране придут и будут пидорасить территорку. Людей много, денег у людей много, времени у людей много. Проблема в идеях. Проблема в идеях. И, кстати, тут я уже как бы приглашаю вас, например, помочь. Вот есть, и не в смысле, что территорка пидорасить, это отдельная тема, вот есть замечательный такой фонд с очень неудачным названием, ну, так он и не копирайтерами создан, который называется «Измени одну жизнь». Соответственно, домен его еще страшнее. ChangeOneLife.ru значит, «Измени одну жизнь», невзирая на название ни о чем, занимается чем-то очень конкретным. Они по договоренности с профильными органами социальными приходят в детские дома и делают видеоанкеты. Видеоанкеты детей. Потому что, как вы понимаете, в условиях, когда у нас в стране запретили международное усыновление, единственный шанс наших сколько-то ста с лишним тысяч нигде не устроенных сирот найти семью – это внутреннее усыновление. Во внутреннем усыновлении существует огромное количество ментальных барьеров. Не говоря уже о барьерах формальных и бюрократических. Видеоанкеты позволяют некоторому количеству людей, теоретически созревших до усыновления ребенка, помогают посмотреть на этого ребенка и сделать этот важный окончательный шаг. По этим анкетам, к тому моменту, как этих анкет было изготовлено три тысячи, на основании этих видеоанкет было усыновлено четыреста детей. То есть это, согласитесь, это гигантский уровень конверсии. Такой конверсии нет ни у какой коммерческой рекламы в интернете. Понимаете, три тысячи анкет и четыреста усыновленных детей. Вот есть они, есть их сайт, есть, как вы понимаете, от стены до стены желание и готовность разных СМИ и разных площадок им помогать. То есть им все, все готовы, конечно, помогать. Такая полезная инициатива. У нас есть сто тысяч сирот. В перспективе, значит, может быть, они могли бы снять всех сто тысяч. И если бы по результатам хотя бы вот там даже не те же там тринадцать, где половина от нынешней их результативности, скажем, хотя бы шесть процентов из них удалось бы установить благодаря видеоанкетам, то есть никаких денег на это не жалко. Никаких сил. Но в чем проблема? Проблема, как я уже сказал, в безидейности. То есть они умеют, как в анекдоте в этом, могу копать, могу не копать. Они умеют пойти в детский дом, снять анкету. То есть снять ребенка, записать его на видео, выложить у себя на сайт. Это они умеют. А вот Лента.ру стоит и ждет, пока они придут и каким-нибудь образом воспользуются Лентой.ру как площадкой для того, чтобы продвигать эти видеоанкеты. Она уже ждет с мая. Мы все никак не придумаем. на самом деле, это и у меня нет. мы все никак не придумаем, как можно этих видеоанкет и детей, как их можно вставить в Ленту.ру. Не стоит просто вставить видеоанкету, которую там никто не будет смотреть, она будет тормозить загрузку страницы, поэтому все будут отключать флеш и так далее. А вот каким образом использовать какую-нибудь, например, Ленту.ру в качестве площадки для продвижения вот такого усыновительного проекта. какие тут могли бы быть инструменты, какие тут могли бы быть осмысленные завязки, которые бы вас, как читателей Ленту.ру, например, не напрягали бы и не воспринимались бы как 158-я просьба помочь ребенку с утра. Вот, например, вопрос о концептуальном кризисе, об отсутствии идей. Это я говорю про отсутствие идей у меня, хотя, казалось, у меня-то их должно было бы быть. И последний вопрос из того, что есть в моих заготовках, это что бы я посоветовал неопределившимся со своей деятельностью молодым людям. Я бы посоветовал молодым людям максимально расширять свой кругозор, потому что есть огромное количество вещей, которые вы безумно любите и от которых вам счастье, но вы о них просто не знаете. Я, например, совершенно себе не представлял на протяжении 47 лет своей жизни, что мне, например, могло бы понравиться быть членом территориальной избирательной комиссии в районе Хорошевский, у которого на гербе штабная палатка, потому что это вообще-то укрепрайон, там люди даже в штатском, они все равно военные все. Ну, что я там просидел полторы сутки в избирательной комиссии, оказалось, что это очень прикольно, не хуже, чем кровь сдавать. Многие вещи могут оказаться счастьем счастьем, а может быть вашим признанием, призванием, о которых вы просто не знаете, потому что вы не все попробовали. Смотрите больше по сторонам, больше примеряйте на себя все, что вы читаете и слышите о других людях. Думайте о том, что в наши времена любой человек может прожить бесконечное количество жизней по цене одной. Ну, собственно, вам, всем присутствующим, повезло, потому что вы одного такого проживающего бесконечное количество жизней созерцаете у себя прямо в студии, и даже она носит его имя. Если вы вдумаетесь, сколько есть разных вообще несовместимых никак между собой, никак друг из друга не вытекающих вещей, которыми теме интересно заниматься в единицу времени. Это не значит, что все так должны жить. Не значит, что у всех должно быть 25 первоочередных сфер интересов и еще 25 побочных. Люди, в отличие от процессоров, у них мозги устроены по-разному, не все многозадачны, кто-то, наоборот, однозадачный. Кому-то нравится дело 25, дело одновременно, кому-то больше нравится делать в единицу времени ровно одно дело, а все остальное раздражает и отвлекает. Это свойство личности, это не то, чтобы это надо в себе как-то воспитывать то или другое. Просто разные люди по-разному устроены. Одним нужно концентрироваться на одном, а другим комфортно, когда они одновременно во многих потоках есть. Так что я не говорю, что будьте как темы, летайте на вертолете, ходите под парусом, рисуйте, пишите, получайте вертолетные права, и чтобы все это вам было одновременно и одинаково интересно. Скорее всего, нормальному человеку не может быть столько всего интересно в качестве занятия для себя. Может быть какое-то одно занятие свое, где-то там оно живет, а вы о нем не знаете. Будьте внимательны к тому, чем люди на свете занимаются. Потому что может оказаться, что ваше призвание это дрессировщик цирковых черепах. Для того, чтобы об этом узнать, нужно обратить внимание на то, что черепахи в цирке тоже не от грязи заводятся. А кто-то их там дрессирует и потом удивляет их искусством зрителей. Значит, это все, что было вопросов до, а сейчас как бы вопросы после. Не стесняйтесь, спросить можно о чем угодно. Если вдруг я на какой-то вопрос не знаю ответа и не хочу отвечать, то я не смущусь и не обижусь. Да, конечно, конечно, У вас недавно семинар проходил по освобождению от офисного рабства. Вы рассказывали примерно о том, о чем сейчас рассказывали. Что? Рассказывали примерно о том, о чем сейчас рассказывали, о том, что надо попробовать. А что? О том, что можно попробовать, как можно больше. в какой-то момент в ответ на вопросы людей, конечно, я сказал и то, что надо все пробовать. Вам интересно, о чем семинар? Очень просто. Семинар начинался как семинар о дауншифтинге. Почему дауншифтинг? Потому что слово в какой-то момент стало безумно модным. Все писали и по телевизору показывали дауншифтинг, дауншифтинг, дауншифтинг. Вот этот в Гоа поехал, этот в Индонезию поехал, в Таиланд поехал, дауншифтинг, дауншифтинг, дауншифтинг. Ну и, соответственно, на волне я сделал семинар, который был призван очевидно рассказать людям о том, сколько стоит билет до какой точки в Индии, сколько там стоит жилье, сколько еда, чем там можно заниматься и так далее. То есть вполне прикладной семинар. Но после того, как я провел первый, второй семинар, вот думая, что это семинары об устройстве в Индии, выяснилось, что на самом деле проблема-то с дауншифтингом не в этом. Проблема не в том, что люди не знают, где у них Индия, а где Таиланд и где Бали. Проблема заключается в том, что у них все их офисное рабство, оно у них все в голове. И они могут поехать, конечно, в Индию, но оно с ними туда едет. И они садятся под эту пальму, раб садится под пальму, остается рабом, только без средств к существованию и под пальмой. А потом, через некоторое время приезжает обгоревший раб. с берегов Индийского океана и, значит, обратно шлеп-шлеп в офис. Ну, это стало происходить без всякой связи с моими семинарами, и это тоже было отслежено. Некоторые тренды, люди, которые думали, что свобода, она под пальмой, они выяснили, что под пальмой и то же самое рабство, потому что оно, как и разруха, оно в головах. И тогда, значит, семинар про дауншифтинг превратился в семинар про офисное рабство. Семинар, объясняющий людям, что все проблемы, про которые они думают, Москвы, что это проблемы московского офиса, что это проблемы нелюбимой работы, что это проблемы автокредита неудачно взятого. На самом деле, все это проблемы внутри их головы. Ни один человек не ходит, например, в офис под автоматным дулом. Никого из решивших, что они больше не хотят работать на этой работе, ни у кого не пришли, не вырезали детей, никого не убили. Самое страшное, что произошло, когда они не пришли на работу, за тот день, когда они не пришли, им не заплатишь зарплату. Если это ненавистная работа, то ничего страшного, ну не пришел, ну не получил зарплату, найди ту работу, которую ты любишь. Определись, что ты хочешь от жизни, и потом начинай это реализовывать. Можете себе представить, какой внутренний протест это вызывает у людей? Когда ты вдруг объясняешь людям, что они вообще-то не рабы, а свободные люди, что вообще-то все то, что они считали рабством, на самом деле они делают сами с собой по своей свободной воле. А покажешь им, например, выкладку, во что им обошелся автокредит. в пересчете на дни жизни посвященные зарабатыванию денег, чтобы его выплатить. Да, вот у меня машина за 13 тысяч долларов, купленная за 13 тысяч долларов в 2006 году. Соответственно, человек, который купил машину, допустим, какой-то джип за 40 тысяч долларов, имея зарплату, допустим, в 3, ну или в 4, он как бы из этих 40, он 27 заплатил за то, чтобы в чьих-то глазах, он еще тогда не понял в чьих, быть круче меня. Да, то есть я ему раскладываю эти 27 по месяцам жизни. Вот ты получал эти 4, вот ты платил НДФЛ, потом у тебя столько-то оставалось, вот столько-то платил за жилье, столько-то. Получается, что вот у тебя оставалось 500 долларов в месяц на погашение автокредита. Если представить себе, что этот автокредит был беспроцентный, допустим, то, соответственно, ты 52 месяца работал только на оплату ощущения, что ты круче меня. Ну и как? Сильно ты круче? 52 месяца. Это что такое 52 месяца? 4 года жизни. Ну вот этот кусок металлического говна, вернее, на ту его часть, которая должна символизировать, что он круче меня. Просто вот эта арифметика тоже очень обидна людям. Они начинают рассказывать, что у них на издевении родственники, у кого-то мама, у кого-то дети, значит, что, в общем, они ходят в этот офис, потому что иначе они умрут с голоду. Я говорю, поставьте этот эксперимент, не придите один день в офис, посмотрите, умрут, не умрут. Если не умерли, значит, наверное, связь не такая мгновенная. Они, наверное, конечно, умрут с голоду, если вы их как бы перестанете кормить на протяжении, к примеру, недели или двух. Но от того, что вы смените ненавистную работу на менее ненавистную, с голоду не умрет никто. Более или менее могу вам это гарантировать. Да и вообще это не очень типичная ситуация в Москве, чтобы кто-нибудь с голоду умирал в 2013 году. В общем, очень оскорбительно для людей слышать все то, что я там рассказываю. Но вы понимаете, что есть способ сгладить оскорбления. Они же платят 1750 рублей за вход каждый. Это очень, очень хорошо как бы хорошо экранирует человеку. На самом деле, если бы бесплатно было бы, я думаю, что все были бы оскорблены. А поскольку это за деньги, то это как бы тайное знание, которое они дальше могут удерживать тайным от самого себя. Еще вопросы? Кредиты у вас есть? В каком смысле кредиты у меня есть? Брал ли я в этой жизни кредиты? Не, вы знаете, моя свобода совершенно никак не зависит от моих кредитов. Кредиты – это просто какая-то сумма денег, которую ты должен. Это некоторые отношения, договорные отношения с каким-то юрлицом. То есть что? Что? С какой стати? Я становлюсь ему просто должен. Почему? Ну, зависим. Это только в пьесе Шекспира «Венецианский купец» была договоренность такая, что если кредит не погашается, то из тебя вырезают фунт мяса в районе сердца. А это действительно зависим. Он решает, вырезает он у тебя фунт мяса или не вырезает. Понятно, что ты недолго проживешь после того, как он его вырежет. В данном конкретном случае все, что есть, это ты должен бабло. Ну и что? Ну да, должен бабло. Значит, что если ты себя как-то будешь плохо вести, он может выставить этот долг к погашению. Ну да, ну выставит он этот долг к погашению. Ничего. Я его либо погашу, если у меня нет проблемы с этим, либо не погашу. Ну если я не погашу, он пойдет со мной судиться. Ну пойдет судиться. Дальше что? Это еще все, видите, ничего не произошло. Это все на уровне шуршания бумаг там у него. Да, он пошел со мной судиться. Суд принял, делал к производству. Тут я пришел, принес бабло, он отозвал ист. Ничего не произошло. Никому не интересно же еще, кроме прочего, судиться. Всем интересно, чтобы кредиты погашались, потому что когда ты судишься, это непонятки. Соответственно, это все кажется, что мир остановится, если вдруг машину, купленную в кредит, придется отдать банку за долг. мир не остановится. Просто машину, которую ты изначально не мог тебе позволить, ты перестаешь быть рабом долга, который ты сам себе устроил с этой машиной. Машина возвращается куда-то туда, ты становишься свободным человеком. Все. Никто не умер, никому не отрезали палец, никого в зиндан не посадили. Все. Ты купил машину, которую ты не мог тебе позволить, ты ездил на машине, которую ты не мог тебе позволить, но ты не можешь тебе ее позволить, но у тебя ее больше нет. Ах, конец света. Какая беда. Еще вопросы? А вы не относитесь к этому повседневному сезону страны? О чем мне думать-то? Я уехал, когда мне было 23 года из страны в государство Израиль, стал его гражданином, жил там 7 лет, платил налоги, служил в армии. Было интересно. Вернулся. Благодаря тому, что у меня есть этот опыт, я понимаю, что есть какая-то очень важная часть меня, место которой здесь. Поэтому я провожу здесь только времени, поэтому здесь растет часть года, растет мой сын. с Россией у меня много связано, но я не думаю, что государственные границы вообще имеют какую-то актуальность. Я думаю, что я живу в мире, в котором довольно равноправны все государства, которые для меня безвизовы. Ну, в общем, и некоторые из тех государств, которые для меня визовы, как то Республика Индия. У меня, в принципе, нет ощущения, что когда я нахожусь здесь, то я как-то описываюсь государственной границей Российской Федерации. Я нахожусь в кругу приятных мне людей. Эта страна для меня редуцирована до приятных мне людей. Их здесь больше, чем в любой другой точке мира. Понимаете, в чем проблема. А удобных мне комфортных обстоятельств для жизни гораздо больше в той же Венеции. Приятных глазу пейзажей больше, конечно, в Венеции. Приятный телу природы больше в Индии. Ну, как бы, если воспринимать планету Земля как среду своего обитания, то дальше ты просто гармонизируешь какие-то разные точки, в какой, сколько проводить. И если вы посмотрите на то, как живут богатейшие люди в нашей стране, то они все так живут. Они все, несмотря на все, что они вам расскажут, как они страшно заняты бизнесом, они все проводят 2-3-4 месяца за границей в год. Ну, в общем, если вы проследите за графиком поездок Путина, то же самое обнаружено. Просто как-то вот про государственную границу я не очень вспоминаю. Ну, если это не был вопрос про покупку недвижимости за рубежом. Ну, потому что покупка недвижимости за рубежом это просто экономическое решение. Где-то дешевле ее купить, а где-то дешевле ее снимать. В Черногории дешевле купить, в Венеции дешевле снимать. Зависит. Еще вопросы? Был какой-то толк медицинского образования? Да. Конечно. Медицинское образование, оно же не само по себе, не то, чтобы в лектории меня вливали. Медицинское образование это 6 лет плотной работы в больницах, от санитарской работы до ведения нескольких палат, до приема родов, откачивания людей в реанимации, удаления разных жизненно важных органов, это взаимодействие с больными людьми, это смотреть на человека изнутри, в разрезе, на живого человека, на мертвого человека. Это определенное отношение к разным проблемам, которые с нами случаются в жизни, в частности, медицинским. Да, конечно, я для этого и пошел, кроме, если не брать того, что я пошел получать медицинское образование для того, чтобы мне было чем заняться в армии и в тюрьме, потому что все-таки при советской власти дело было, и, в общем, и армия, и тюрьма были очень реальные перспективы для мальчика из интеллигентной семьи московской. Поэтому я пошел получать специальность, которая не была бы такой нелепой для лесоповала и афгана, как, например, шесть языков, которые я знал к окончанию школы. Пошел, получил медицинское образование собственно, в общем, для этого. Но очень сильно развил свой кругозор. Естественно, как только это все закончилось, включая советскую власть, Афганистан и лагеря для инакомыслящих, так, в общем, и не возвращался я больше к медицинской практике, а то, что я получил в свою голову типа опыта, типа, естественно, научных знаний, оно все со мной. Оно вредно не бывает. Еще вопросы? Слушаюсь. Вопрос. Какие вы считаете опасные мифы сейчас есть? Мифы, да, в российском обществе, в Москве, особенно, и почему они возникают? Ну, смотри, ну, смотрите, опасны для кого? Например, миф о том, что, как бы, что, все преступления в Москве совершают мигранты, например. Ну, он для кого опасный миф? Для мигрантов опасный миф или он для нас опасный миф? Ну, безусловно, миф, да, потому что основные маньяки, которые когда-либо действовали на территории Москвы, это, как правило, уроженцы города Москвы. Основные преступления, которые совершают мигранты, это нарушение визово-паспортного режима. Да, основное количество, естественно, любых там, убийств, изнасилований, разбоев и так далее, порядка 87% совершают все-таки москвичи. Да, поэтому то, что от мигрантов исходит эта опасность, это, конечно, миф. То, что можно убрать мигрантов и не будет криминала, это миф. Насколько он кому опасен, не знаю, потому что, если убрать мигрантов, то уберется их доля криминала. Да, то есть, вот те 13% убийств, изнасилований, которые совершают они, если их убрать, не то, что придут русские восполнять эти недосовершенные изнасилования, убийства и грабежи, не придут. Вот если конкретно всех граждан Средней Азии из Москвы вывести, то просто на 13% станет меньше убийств, изнасилований и прочих тяжких насильственных преступлений. поэтому он опасен, этот миф опасен для их имплоймента, а не следование условиям этого мифа опасно для тех 13%, которых они убьют. Самый же решительный сторонник толерантности защиты мигрантов, он не спорит, что 13% людей, которых в Москве убивают, грабят и насилуют, это исключительно совершается этим таджиком, если бы этот таджик не приехал, то никаким способом он не мог бы телепатически из Душанбе послать Боузского на свое место. Эти 13% это не микс, это on top of, вот есть какой-то базовый уровень количества изнасилований совершаемых москвичами, и вот таджики набавляют сверху 13%, убери таджиков, эти 13% тоже уйдут. Для кого миф опасен? Для таджиков, для нас, для жертв, нет, я думаю, что опасна ментальность, если вы про то, от чего плохо, не мифы конкретно как совокупность представлений, ментальность, она вообще не связана напрямую с представлениями, представлять человек может себя самое разное, вот такое вот, вот это вот то, что, то, что есть словарное, словарное объяснение слова «быдло», да, вот, в словаре объясняется, что это вот какое-то такое покорное, да, вот такое вот безликое, напуганное, вот, вот это опасно, это оно опасно, быдло опасно для самого себя, да, потому что быдло само себя в нужный момент там за волосы из болота не вытащит, а ты, как говорят, некоторые опасные ментальные черта, которые, к сожалению, очень много в окружающем нас обществе, ну, кому-то, к сожалению, кому-то, к счастью, я могу сказать, что я, распространенности этой черты, я всем обязан, да, в своей жизни, не только я, вот все мы, которые приехали в середине 90-х из Израиля и на пустом месте стали менеджерами, топ-менеджерами, создали проекты, почему с нами это случилось? Потому что мы не боялись брать на себя ответственность, потому что мы не боялись возглавить, мы не боялись другим людям сказать, что им другим людям делать. А в нашей великой стране подавляющее большинство населения ждет, что им скажут, что делать, а потом ждет, что придут проконтролировать, делают они это или нет. Если ты не выполнишь этих двух важных условий, то ничего и не сделают. А вот поэтому, благодаря тому, что такое отсутствие пассионарности, отсутствие инициативы, отсутствие готовности вообще за себя постоять, присутствуют в стране, люди, у которых на один грамм есть больше этой инициативы, этой пассионарности, они, естественно, становятся лидерами, они, естественно, вылезают вперед и наверху. Знаете, в России гораздо проще стать лидером, ну, я не имею в виду лидером Путиным, я имею в виду возглавить движуху, чем в любой стране, где веками прививалось понятие инициативы. Потому что там все готовы стать лидерами, там они только локтями толкаются. А здесь все как бы ждут, что кто-то придет и скажет, что делать. Собственно, в этом смысле, да, харизма Лехи Навального и харизма Владимира Путина, она работает на одном уровне. Леха Навальный нужен, чтобы сказал, что делал. Ну, просто Леха Навальный для этого нужен интеллигенция, а Путин для этого нужен быдлу. Но, в принципе, потребность-то одна и та же. потребность в человеке, который знает, как надо. Не подумайте, что я к нему плохо отношусь. Еще вопросы? Нет вопросов? Тогда спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok